Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Сегодня День молодежи. Праздник для тех, кто ищет новые возможности для развития, а также стремится полностью реализовать свой потенциал. Масштабная развлекательная программа сегодня ожидает всех жителей и гостей республики в парке культуры и отдыха в Зеленый остров. С 12 часов, вашему вниманию, художественная выставка, модный показ, уличный пленэр, авто- и мотовыставка и многое другое. А в 18 часов состоится галоконцерт. Сегодня и в Карачаевске, также и в парке культуры и отдыха в Зеленый остров пройдет турнир среди вузов СКФО по Кавказскому многоборью. Соревнования включают в себя этнические виды спорта. Начало в 10 часов. Другим темам в правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии Республики по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно проходило под руководством заместителя вице-премьера Ирины Гербековой. На заседании обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Центрами социального обслуживания населения, а также работа администрации по социальному сопровождению участников СВО, членов их семей. Министр труда и социального развития Республики Руслан Шаков рассказал о результатах работы, проделанной Межведомственной комиссией. Делалось все возможное для поддержания наших бойцов. Только из республиканского бюджета на единовременную выплату и выплаты нашим семьям направлено более 243 миллионов рублей. Всесторонняя помощь оказывалась Межведомственной комиссией, муниципальными образованиями, нашими общественными организациями и, конечно, самими семьями наших бойцов. По поручению главы Карачева Черкесии Рашида Тимрезова был собран груз гуманитарной помощи и также доставлен автомобиль ВАЗ-2121 в зону СВО. Миссию выполнила делегация от единого штаба по сбору помощи для военнослужащих из республики, проходящих службу в зоне специальной военной операции и членов их семей. Также направленное антидроновое ружье, два квадрокоптера, восемь тепловизионных прицелов, 60 пар тактической обуви, дренажные лопаты, топоры, четыре бензопилы, продуктовые наборы, вода, предметы первой необходимости и другое. Основная цель этой поездки – встретиться с нашими ребятами, лично узнать об их проблемах, нуждах, а также передать слова поддержки от близких и земляков. Груз, как и прежде, сформирован, исходя из запросов ребят военнослужащих. Напомню, всего из Карачева Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии регионального отделения «Единая Россия» уже отправлено более 60 партий гуманитарной помощи общим весом порядка 620 тонн. В данный момент наши бойцы обращались именно по антидроновому ружью. Это шестидиапазонное антидроновое ружье. В данный момент там очень много дронами забрасывают наших бойцов. И поэтому он очень необходим им прицел, чтобы в ночное время можно было определять противника. Очень удобная вещь, нужная вещь для наших бойцов. Основная цель этой поездки – это встретиться с нашими ребятами лично, узнать о их проблемах, о их нуждах, выслушать их пожелания. Также передать слова поддержки родных и близких, их земляков, которые все ждут их домой с победой. При данной поездке будет направлен гуманитарный груз, который состоит из средств специального технического бомбардирования. Это квадрокоптеров, тепловизоров, прицелов ночного видения, антидронового ружья, также из предметов личной гигиены. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Зажги свечу в память освободителя Кавказа. Под таким названием в Зеленчугском районе прошла патриотическая акция. На мероприятии вспоминали именно тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Алла Качива подробнее. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Как поются в этой советско-патриотической песне «Вечный огонь», миллионы солдат цену и собственной жизни защищали родину. Их героические поступки в памяти людской хранятся вечно. Из основных переломных моментов этой войны стала оборона Кавказа. В летнем наступлении 1942 года Адольф Гитлер и его генералы, несмотря на свое поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг Советского фронта и обеспечить себе выход к Волге и Кавказу. Но путем преградили советские солдаты. Здесь, в горах, в 1942 году проходили ожесточенные бои. Солдаты Красной Армии и партизанские отряды самоотверженно, не жалея себя, защищали родную землю. И только благодаря их мужественности и героизму Кавказ так и остался непокоренным. В честь павших повсюду установлены обелиски. И в курортном Бархэзе установлен мемориал освободителям Кавказа. И возле него ежегодно проходят мероприятия в память тех, кто не вернулся с полей сражений. Шестой раз проводится эта акция здесь, на мемориальном комплексе защитникам и освободителям Кавказских перевалов. Здесь покоятся их кости. И для подрастающего поколения, а именно для молодежи, предназначается наше мероприятие. Потому что приглашаются на него и военнослужащие воинских частей наших близлежащих, 20.096 и 34-й отдельной мотострелковой бригады, и юноармейцы, и сотрудники пограничного управления ФСБ ПКЧР. Очень важно, потому что именно на этом месте ощущается тот неповторимый героизм, который проявили защитники нашего Отечества, отдав свои жизни ради мира на нашей земле. Традиционно с утра в международный день акции «Зажги свечу памяти» участники митинга собираются на Софийской поляне, возле деревянного моста. Затем начинают движение к памятнику, где проходит панихида по погибшим на перевалах Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Вспоминая трагические события тех лет, мы снова и снова говорим – вечная память героям, вечная слава погибшим. Но нельзя забывать, что для нас этот год несет в своей цифре и дату юбилея. 80 лет назад Кавказ был освобожден ратным подвигом советских воинов. Среди которых плечом к плечу сражались представители всех народов нашего Великого Отечества. Своей доблестью и мужеством восстанавливающие мир, справедливость и порядок на родной земле. И сегодня россияне продолжают бороться за мир и независимость Родины. 80-го года тому назад, когда сказали о том, что началась война, молодые ребята, наши ровесники, все встали на защиту Отечества. Низкий поклон всем павшим в этом бою. В данный момент та же самая война, почти такая же война, идет с Украиной. И получается точно так же, как в те годы и мусульмане, и христиане, и казаки православные, все бок о бок воюют с той нечистью, которая опять подняла голову. Из Зеленчукского района в ряды защитников Родины с оружием в руках встали более 10 тысяч человек. Плечом к плечу и казаки, и горцы изгоняли врага. Один из них – храбрый сын карачаевского народа Осман Гачияев, который воевал с первых дней войны. Старшина Осман Тупаевич – кавалер Ордена Боевого Красного Знамени. Легендарный снайпер уничтожил 198 фашистов. Его подвиг – пример для подрастающего поколения. Великая Отечественная война все дальше уходит в историю. События военных времен становятся эпохой. Но нам всем очень важно помнить о той, одной из самых пролитных войн в истории человечества. Для того, чтобы наше подрастающее поколение знало, помнило и чтило великий подвиг героев войны. Участники митинга выражали благодарность героям войны в виде стихов и военных песен. Было отмечено, что они останутся примером чести, верности воинскому и гражданскому долгу, беззаветного служения своему Отечеству. Алла Качива, Матчучаев, Олибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В Карачаево, Черкесии в детских лагерях отдыхают ребята из Старобельского района Луганской области. Мальчишек и девчонок ожидает разнообразная программа пребывания, где они знакомятся с культурой, искусством и кухней народов республики. В день Хачина в детский лагерь «Сосинка» в селе Даусу Зеленчукского района наведалась наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джангиза. Для 150 мальчиков и девочек от 10 до 16 лет был организован бесплатный транспорт и питание в пути. Базы отдыха заранее приготовились к приему детей. Каждый день из двух недель пребывания ребят ожидает самая разнообразная досуговая, развлекательная и познавательная программа. Мы, честно говоря, уже устали, мы взрослые, дети тем более, от постоянного шума, от постоянного прислушивания к тому, что вот прилетело, вот слышно, работают грады, вот летит самолет. Здесь, конечно, тишина, пение птиц вместо этих неприятных всех моментов, таких звуков и располагающе действуют, отдыхающе. С удовольствием воспринимаем отдых в этом лагере. Новый день в горах Архыза для ребят – это череда игровых, интеллектуальных, спортивных, познавательных дел. Вот и сегодня детей знакомят с историей, традицией приготовления, пожалуй, самого популярного карачаевского блюда – хачинов. Под руководством воспитателей и опытных поваров дети учатся правильно готовить и смешивать нехитрые для хачиной ингредиенты. Не все получается сразу и правильно. Оно и понятно, однако интерес к процессу у ребят самый неподдельный. Сначала надо сварить картошку, потом размять ее хорошо, добавить сыр, вымешать в него, и потом начать делать из них кружочки. Потом надо сделать тесто из дрожжей, добавить муки, чтобы тесто такое хорошенькое было, и в лепешку его превратить, потом добавить уже начинку. Я узнал, что в данное блюдо добавляют картофельное пюре, хорошо размятое, а также сыр. И то, что оно делается очень легко и в виде солнца. Своей самой главной работой администрация детского лагеря называет всемирную помощь и поддержку, чтобы дети без последствий пережили и как можно скорее забыли психологические травмы, полученные в результате военного конфликта. Впереди у ребят еще масса мероприятий и впечатлений. В рамках соглашения о сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и Старобельским районом ЛНР за время летних каникул в лагерях республики отдохнут 750 детей из Луганской народной республики. Мурат Шунькиозов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!